Светлая, просторная моя. Так говорят ученики Чебоксарской музыкальной школы номер один о своем учебном заведении. Летом здесь провели ремонт, полностью обновили первый этаж. Музыкальная школа заиграла по-новому. Здание несколько раз ремонтировалось, конечно же, за свою историю, но ремонтировалось локально, то есть какими-то зонами. Когда-то отдельно пол, когда-то отдельно стены, и не было единства ни в стиле, ни в оформлении. Было выделено около трех миллионов рублей, мы эти деньги освоили. Обновили основные позиции. Это пол, который раньше был старый, когда-то деревянный, потом покрывался линолеум. На сегодняшний день это керамогранит. Это стены, которые сегодня имеют единую фактуру, единый цвет. И совершенно ровный потолок. Во время ремонта заменили и двери. На смену старым обшитым дермантинам пришли новые фонированные шпоном дуба. Они двойные, с хорошей звукоизоляцией. Дарья Васильева учится играть на гитаре. В музыкальной школе проводят почти столько же времени, сколько и в обычной. Признается, здесь ей сразу понравилось. В эту школу мне идею дал поступить папа. Мне здесь очень нравится. Школа светлая, видно, что недавно ремонт сделали. Когда я первый раз сюда пришла, меня поразила мысль, что тут так много цветов, так много белого, все красиво, ярко. Комфортнее стало и родителям, которые в холле ждут своих детей, пока те на занятиях. У меня внучка ходит в музыкальную школу. Мы уже ходим четвертый год. И в этом году мы поступили в первый класс. Она уже профессионально занимается на пианино, учится играть. Конечно, помню, какая школа была, какое фойе было. Ну, темно было, да. Было темно. Стены были темные. А сейчас культурненько. Светло. И как будто даже потолки выше стали. Очень красиво. Мне нравится. К слову, в 2018 году на капитальный ремонт учреждений культуры из городского бюджета было выделено более 53 миллионов рублей. За лето отремонтировали семь школ дополнительного образования, две библиотеки и дворец культуры «Салют» в юго-западном районе. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика.